Ну что ж, а мы продолжаем еще одну тему. И у нас сейчас... О, да, правильно. Мария Дмитриева. Мария. О, вы здесь, замечательно. Мария, на самом деле у нас вот как-то Яндекс.Лавка стала проявляться второй год подряд, кейсы у меня связаны с автоматизацией, и я очень рада этому, потому что как не им рассказывать о том, как же и какие лучше делать шаги для того, чтобы максимально решать, находить вот эти процессы, которые можно и нужно автоматизировать. Я так рада, что вы в очередной раз рассказываете об этом, поделитесь с нашей аудиторией, и после этого мы еще чуть-чуть поговорим, буквально чуть-чуть, по теме того, как еще и персоналу в этом максимально помогает участвовать. Спасибо. Спасибо. Наталья, спасибо, что позвали, потому что я только сегодня узнала в сегодня лет, что есть конкурс проектов на 1С. Да, я никогда не слышала. Я сейчас постараюсь ворваться на него прямо вне программы со своим кейсом. Вдруг выиграю. А что, там действительно, там с призами, с огромным награждением. Слушайте, я вам фотографии скину. Как-то было огромное мероприятие в Крокусе на 3000 человек, по-моему. Очень круто. И нашим разработчикам туда точно заявиться. Да, всем добрый вечер. Уже вечер, кажется, да. Я постараюсь быстро, задорно все рассказать. Вижу, что вы немного устали. Вряд ли нашего коллегу с акустической шоковой заморозкой я у него выиграю, но постараюсь, тем не менее. Это вот там внизу написан маленький значок Indie. Это означает не для распространения. Не обращайте внимания. Про все можно рассказывать, про что я сегодня буду говорить. Значит, кто знает, что такое Яндекс.Лавка? Ну, подождите. Все это, конечно, было бы классно. Наш маркетинг к этому стремится, чтобы знали прям вообще все. А пользуется кто-нибудь? Прекрасно. Так, почему-то в этой части пользуются, в этой не хотят. Мы должны будем это прояснить. В общем, мы на самом деле тоже ритейлер и тоже с собственным производством. Просто не имеем вот офлайн-точек каких-то, куда можно прийти, вот так вот прямо на витрине что-то выбрать там и так далее. Но, тем не менее, в том же самом поле играем. И у нас тоже есть направление готовой еды, которое я как раз и возглавляю. И у нас не только есть собственное производство, есть и кухни для горячей еды. Вот, например, если знаете, у «Вкус Вилослышали», примерно похожая есть история с горяча, по-моему, называется. У нас есть своё хлебопекарное, маленькое отделение. Мы кофе возим. Вот, бывает почти никто, в общем-то, собственно говоря, кофе не возит. И вот, в том числе у нас есть завод. Он находится в Петербурге. «Партия еды» называется. Когда-то, собственно говоря, он выпускал мелкиты. Мы поняли, что там тренд на готовую еду продвигается. И, значит, несколько его в кулинарное производство переформатировали. И, в общем-то, преуспели. Я про этот завод сейчас вам немножко расскажу. Значит, вот тут по цифрам видно, как мы растём. Ну, примерно, в общем, с конца, да, к чему мы подошли к концу прошлого года. И вот, собственно говоря, сейчас. Активно растим. Планируем до конца этого года вдвое вырастить вот ту отгрузку, которая у нас сейчас есть. Работает завод только на нас. То есть он ни в какие другие сети не поставляет. Единственное, там, одно наше B2B направление – это виндоматы. Мы поставляем в офисы, но, собственно говоря, потому что это как раз наша торговая марка. Вот. Мы тоже так же, как и все вы, да, здесь автоматизируем производство различным способом. И, значит, вот все блюда, которые нуждаются в начинке, автоматизируем при помощи того, что закупаем оборудование, которое помогает это делать. Соусы, соответственно, тоже фасуем все быстрее и быстрее, только прибавляем каждый раз новые линии. Новая паста, линия к нам приходит, потому что паста вообще, вот это к нашему сегодняшнему разговору про популярность. Да, пасты, конечно, не бьют по популярности оливье, но супер популярные, если их уметь, в общем-то, готовить и линейку сделать востребованную. Вот. Прям горячо рекомендую. Ну, блины. Куда без блинов вообще практически. На одни блины только и работали, когда масленица была, а одни блины продавали. Вот. Мы стараемся сделать, да, автоматизированный весь процесс самого приготовления продукта. Но я вообще всем своим ребятам, вот, что заводской команде, что команде здесь категорийных менеджеров, я им все время одну фразу говорю, что, типа, ребята, вот если бы я перестала заниматься едой в какой-то момент, вдруг почему-то, то я бы занималась внутренними коммуникациями. Потому что, чтобы вот все случилось, да, любой бизнес, какой бы он, в общем-то, не происходил, люди должны между собой договориться. Но как-то договориться вообще. И это почему-то оказывается самым сложным. То есть есть вот эти вот. У меня вообще образование, машины и аппараты пищевых производств. Я там Новосибирский государственный технический университет закончила. И это, как бы, вот, посмотришь там на любую линию, да, на вот этот сложный механизм, там, собственно говоря, там и так далее. Мы способны такие штуки, как бы, придумывать и внедрять, а разговаривать что-то все время, короче говоря, не получается. Как бы все время коммуникация где-то теряется. А коммуникация на заводе, да, она есть в том числе вот такая вот рутинная, которую прям в каждый день происходит одно и то же. Там фокус смещается. Это все перерастает в какой-то брак, во что-то еще. Мы в итоге, собственно говоря, на базе 1С как раз сделали чат-боты. Как это вообще выглядит? Выглядит это ровно вот так вот, прямо в телефонов у сотрудников. То есть фактически мы описали и нашли все процессы, которые происходят рутинно, каждый день, каждую смену там и так далее. Подключили к этим ботам всех людей, которые вовлечены в этот процесс. И они получают, соответственно, в течение всей рабочей смены уведомления на телефон и знают, что им нужно произвести одно и то же действие. То есть мы ушли от, значит, человека, который как бы должен вообще всех обижать и до всех вообще все донести. И как бы сообщить, что то или иное какое-то действие произошло, надо обратить на это внимание. Я сейчас до конца вот здесь вот долетаю. Вот по этому QR-коду, который вы видите, там можно просто перейти и увидеть. Я специально положила в общий доступ документ Excel-файл. Там перечень всех процессов, которые мы автоматизировали. Вы можете этим спокойно пользоваться, прям взять по списку и увидеть там, например, в этом списке. Так, если успели, не успели, я... Там, например, вы можете в этом списке увидеть напротив, в скобочках каждого вот этого, значит, названия, строки, написано в скобочках пеналка. Ну, это значит, надо пнуть. Она предназначена для того, чтобы пынуть кого-то. Кто должен как-то на это среагировать? Вот. Как мы эти процессы нашли, понятное дело, что тут, вот тут все красиво, там, внутренняя экспертиза. Она, правда, у нас есть, у нас сотрудники, которые заведуют производством, выстраивают его. Они работали на больших крупных производствах, там, из Мираторга, там, и так далее, на каких-то больших, очень крупных компаниях. У них есть некоторое вообще внутреннее знание, но, по сути, мы исходим из той проблемы, которая есть вот прямо сейчас. Вот эти вот 23 списка, они, 23 пункта, да, в списке, которые вы видите, они родились ровно из этого. Короче говоря, вот одно из самых интересных, что нравится вообще мне, как мы проблему решили. Мы, у нас, естественно, на линии, на упаковочной стоит этикетировщик, да, который клеит, 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 без конца клеит, собственно говоря, наклейки. И вдруг мы поняли в какой-то момент, что типография отправляет нам наклейки, и внутри бобины, так что мы не можем это отследить, вдруг появляется другая наклейка. То есть мы выпускаем карбонар, он клеит сырники. Ну вот, как бы хоть тресни, да, и как бы это отлавливать можно только в ручном режиме. Полностью избежать на стороне типографии невозможно этого всего. Соответственно, придумали просто-напросто бот, который отслеживает прямо на оборудовании, и если вдруг этикетка меняется, и это не тот запрограммированный SKU, который должен сейчас выходить, она шлет алерт, да, приходит оператор и, соответственно, приводит там в соответствие все, что нужно привести. Либо, соответственно, таким же образом автоматизирован простой, собственно говоря, линии. Но это мы другую задачу там решаем, что, например, там не получили люди задания, или что-то почему-то машина просто-напросто стоит и почему-то не работает. Вот. Значит, пожалуйста, пользуйтесь вот этим листом, да, этим списком, который я вам дала. Мы вообще очень сильно открыты к сотрудничеству, мы любим ездить ко всем на экскурсии, сами к себе приглашаем, с удовольствием вводим. Я думаю, что, например, при помощи Натальи совершенно спокойно, кто будет заинтересован, мы сможем какой-нибудь Zoom-звонок или встречу с нашими разработчиками на базе 1S, которые реализовали вот это через Telegram-боты, устроить вам просто-напросто какую-то сессию, да, и рассказать, как это сделано. Если возможно, для вас это интересно, и вы захотите у себя это реализовать. Вот так. Спасибо большое. Спасибо.